Сказалось ли пандемия коронавируса на промышленности области? Председатель ЗАГС Собрания посетил стекольное предприятие в посёлке Красный Октябрь. Элитные сорта алкоголя оно обеспечивает тарой, а жителей посёлка – рабочими местами. По словам директора, на предприятии труится 45% местного населения. Кризис здесь практически не почувствовали. А вот с транспортной доступностью – проблемы из-за плохих дорог. Мы находимся далеко от центральных районов, от центральных городов. Население работает, начиная от Гусь-Крустального, наканчивая Великодворьем. Возим, да, Курлова очень много. 52 человека работают только с Курлова. Хотя у них свои заводы, но работают у нас. Местные все посёлки тоже к нам. Это 90% всего объёма промышленного производства на территории Гусь-Крустального района. Исторически сложилось, что основа экономики у нас в районе – это стекольная промышленность. И слава богу, да, что все семь стекольных заводов сегодня стабильно работают, инвестируют в своё производство. Владимир Киселёв посетил и столицу района. В Гусь-Крустальном осмотрел старейшее фармацевтическое предприятие области – завод ветеринарных препаратов. Посмотрел, как смешиваются компоненты лекарств. По словам сотрудников, производство здесь практически полностью модернизировано. Аппаратчик забивает программу на пульт управления, выбирает необходимый режим, и процесс смешивания происходит уже автоматически. Также указывает количество оборотов в минуту и время смешивания. На заводе порядка 90 сотрудников. Выпускаемые ими препараты поставляются в Россию, страны СНГ, а также Монголию. Одной из отличительных черт выпускаемых препаратов – их натуральность, рассказал руководитель отдела. Сейчас очень много применяемых натуральных препаратов, такие как живица сосновая. Практически сейчас мало кто ее применяет, потому что она очень дорогая и очень ценная. Здесь также и воск есть натуральный. При этом пандемия коронавируса все же повлияла на работу предприятия. Правда, в лучшую сторону, потому что речь не о спаде, а об увеличении объема производства. В связи с пандемией границы были перекрыты, а это нарушило поставку аналогичных препаратов из других стран в Россию. Здесь наша продукция немножечко становится более востребована из-за того, что и по цене мы начинаем быть дешевле, и объемы другие страны снижают. Но еще раз повторюсь, это не дает огромного всплеска. Это все в рамках 3-5% от плановых объемов. Владимир Киселев поблагодарил местных чиновников за поддержку производств, но попенял на плохое состояние дорог. Этот вопрос он намерен обсудить с губернатором области. В Госхрустальном районе, прошу прощения за выражение, убитые дороги во многих случаях. И нужно изыскать денежные средства, в том числе, я думаю, не бояться брать кредиты. Весь мир живет за счет кредитных средств. И если мы будем закапывать голову в песок и говорить, что у нас денег нет, и в то же время говорить, что у нас долг практически никакой в области, развития не будет. Поэтому задача сегодня делать все возможное, чтобы развиваться, в том числе за счет кредитных средств. Владимир Киселев уже предложил главе региона разработать отдельную программу реконструкции и строительства муниципальных дорог. Транспортная инфраструктура – важный фактор в экономике области. Подвел итог председатель ЗАГС Собрания. Алексей Домнин, Александр Мажаров, Шестой канал.